Дело в том, что сейчас все торгуют, да? Заметили? Шли к рынку, пришли к базару. Ну, челноки туда-сюда, туда-сюда, за границу обратно, за границу обратно. Говорят, один мужик недавно перез в Польшу в штанах через границу 10 грамм урана радиоактивного. И он говорит, ты что, дурак, что ли? Детей же никогда не будет. Он говорит, да фиг с ними, с детьми, зато внуков на всю жизнь обеспечу. На толкучке вообще не протолкнешься. Кто чего продает? Один колбасу, другой унитаз. Третий все вместе, и колбасу, и в унитазе, понимаете? Военный какой-то из-под Польши Нени ядерную боеголовку показывает. Кругленькая такая, крепенькая, во взведенном состоянии. Того и глядище, рванет. Тетка какая-то в коробочке что-то продает. Пригляделся? Клопы. Я говорю, бабуля, а клопы-то кому нужны? Она говорит, а не скажи, сынок, а если соседям подбросить? Какой-то мужик попугая продает, который голосом Горбачева говорит, усе, перестройка закончилась, следующая станция Повелецкая. Один мужик стоит, вроде не продает ничего, вроде ничего не покупает, стоит так, никого не трогает. Тетка какая-то подходит, говорит, из одежды ничего нет? Он говорит, да вроде нет. Тетка постояла, посмотрела, говорит, а что продаешь? Мужик говорит, скелет продаю. Тетка говорит, какой скелет? Ну какой, какой, человеческий. Тетка говорит, а на кой мне скелет? Мужик говорит, ну как скелет? Скелет всегда в хозяйстве пригодится. Ну представь себе, дети по нему анатомию будут изучать, да? Или допустим, стоит в комнате скелет, красиво, экибана. Или допустим, с соседями живешь, в кухне скелет можно поставить. Тетка говорит, ну и что, как что? Ну ты представь себе, сосед ночью поднялся по малой нужде, вышел в кухню и лицом со скелетом столкнулся. Тетка говорит, ну и что будет? А ничего, больше ни в чем нуждаться не будет. Тетка постояла, подумала, говорит, а ну покажешь скелет. Но мужик раздеваться стал. Тетка говорит, ты что без тыжа раздеваешься? Мужик говорит, ну ты же сама сказал, скелет покажи, вот я тебе и показываю. Майку поднял и ребра свои худые обнажил. Вот, говорит, скелет, не битый, молю, не етый. Хороший скелет. Тетка говорит, ты что, сдурил что ли? Мужик говорит, что сдурил? Ну как же ты мне скелет продаешь, если ты еще живой? Мужик говорит, а ты что хотела, чтобы я здесь мертвый стоял? Тетка говорит, если ты живой, как же ты мне скелет продашь? Мужик говорит, ну как, как? Деньги вперед, а скелет потом, когда кочурюсь. Тётка говорит, откуда я знаю, когда ты окочуришься Муж говорит, ты только деньги дай, а тут же окочуришь Тётка говорит, да на ком мне твой скелет сдался У меня со своим скелетом всё нормально Муж говорит, ну а то с чем у тебя ненормально Я пока же тебе продать не могу Потому что мозги мне пока что самому нужны А так, бери, чего хочешь Деньги позарез нужны Тётка услышала, ты бери, чего хочешь Глаза куда-то вниз опустила И в район его пояса уставилась Мужик так проследил взглядом за его глазами И говорит, ну знаешь, это уж слишком Тётка говорит, а что слишком, сам же сказал, бери, чего хочешь Мужик говорит, а почём Тётка говорит, ну я уж не знаю, он тебя как, наш или импортный Мужик говорит, откуда же импортный, наш, отечественный Тётка говорит, небось синтетика Мужик говорит, нет, натуральный, кожаный Тётка говорит, небось поношенный Мужик говорит, да ты чё, пьём до него, руки-то не доходят даже Ты кому берёшь-то, себе что ли? Тётка говорит, нет, мужу Мужик говорит, а у него чё, своего-то нет, что ли? Тётка говорит, ну да, он в баню пришёл, в кабине разделся Из-под ноги возвращается, а у него уже спёрли Мужик говорит, чё спёрли-то? Тётка говорит, как чё, ремень? Мужик говорит, так ты чё, у меня ремень, что ли, хотела купить? Тётку аж захолонул, а ты, козёл, чё подумал? Гадина такая Мы при царизме жили не очень хорошо При социализме жили очень нехорошо А при капитализме так живём, что хуже некуда И вот собрал однажды Ельцин самых важных людей и сказал Так ше, понимаешь, надо на трон варягов звать Рулика, понимаешь, какого-нибудь Чубай сказал, надо немца звать Вон у них порядок какой Тем более наш народ тоже пиво с сосисками любит Селезнёв сказал, неудобно как-то Мы их победили, они нас теперь учить будут Ельцин добавил Дерфатор унтимутр Поехали, понимаешь, на хутор Все, конечно, засмеялись Кто-то сказал, может, француза позвать И живут хорошо, а вина пьют не меньше нас Струев ответил, вот и будем всю жизнь это вино лягушками закусывать Чубай сказал, лучше лягушками, чем рукавом Так ше, сказал Ельцин, может, позвать моего друга Билла? Ага, сказал Жириновский, нам всех девок перепортит Лучше же моего друга Садама А нафига нам это надо, сказала Ира Хакамада Давайте лучше японца позовём Они наши ближайшие соседи и мои близкие родственники И едят мало, сказал Лужков А страна, понимаешь, процветающая, сказал Ельцин Мне Примаков рассказывал Где он, кстати? Так вы же его увольли, сказал Лужков То-то же, сказал Ельцин И многозначительно посмотрел на Лужкова На то мы порешили Позвали руководить страной японца Зарплату дали миллион долларов в год Чтоб не воровал Но чтобы уровень жизни, как в Японии И чтоб никаких тебе харакири В общем, собрались встречать Кукимори-сан в Шереметьево Народ с работы отпустили на японскую варяга посмотреть От Шереметьево до Кремля по обе стороны дороги Люди стоят с лозунгами Кикимора-бонзай Въехали в Кремль, а там уже в Георгиевском зале Стол накрыт на 6 тысяч персон И чего только на этом столе нет И оситры, и гуси, и икра в хрустале И водки столько, что если бутылки пустые сдать Мерседес купить можно Кукимори-сан как все это великолепие увидел Так и обомлел Мне заговорили, все это у вас город Ну он язык-то выучил, но произношение еще не освоил Мне заговорили, все это у вас город Ну все глаза потупили Головами закивали Лица скорбные сделали Да, голод Ой, какой страшный голод в стране Тогда сказал Кукимори-сан И все это надо отдать народу Так вот же он народ, сказал Строев И показал на толпу перед ними И тут же из толпы выскочил народный артист В сапогах, смазанных дегтем И косоворотке с медалью героя Бухнулся в ноги Кукимори-сан И закричал хорошо поставленным Человеческим голосом Ваша япона-мать Кукиморушка-сан Не вели казнить, вели гулять во славу твою Махнул рукой Кукимори-сан Родна, но чтобы завтра Все согласно закивали головами Завтра, ну конечно, завтра уж будьте уверены А сегодня кинулся народ к столам Ничего подобного Кукимори-сан в жизни не видел Да и не слышал Потому что стук зубов, ножей, вилок Загрушал музыку большого президентского оркестра Кукимори-сан все время подводили известных людей И с каждым он почему-то должен был выпить Причем до дна Подходили от разных партий и движений От НДР Черномырдин тост произнес Надо выпить, если что не так То мы всегда, а то вчера допустим А завтра уже, чтобы никогда больше А оно ведь обязательно будет И будет у всех Кукимори тост понравился, хотя он ничего и не понял Он спросил у Строева, что имел в виду Черномырдин Строев сказал, Виктор Степанович Хотел сказать, как лучше А получилось, как всегда Проснулся Кукимори-сан с жуткой головной болью Рядом с ним в постели Почему-то лежал пьяный Жириновский Владимира Вольфовича на всякий случай Сфотографировали вместе с Кукимори И выгнали в зашей Жириновский жутко матерился И орал, что все эти самурайские штучки В России не пройдут, это однозначно Голова у Кукимори-сан раскалывалась Это с Будуна Пояснил Селезнев Сознанием дела И что теперь делать Спросил Кукимори-сан В России, сказал Строев В последние годы лучшим средством От президентского Будуна Является Александр Васильевич Коржаков Позвали Коржакова Александр Васильевич принес его фирменного капустного рассола Выпил Кукимори-сан, оклемался Воспрял духом, собрал всех и сказал Я дорого изучал эту страну И понял все прох от того Что здесь все пьют, воруют и не работают Завтра с него дня Вся страна встает в 6 часов Морится и идет работать Это, конечно, хорошо, сказали ближние Но все не смогут Которые с Будуна Как же они в 6 часов встанут, да? Вы же сами теперь знаете, что такое российский Будун Хорошо, сказал Кукимори-сан Те, кто с Будуна, того освобоздаем Это 40%, сказал Селезнев Не может быть и Вскричал Кукимори-сан Пересчитали Кукимори оказался прав Не 40, а 60 Радно, сказал Кукимори Теперь заработаю Но поработать в этот день не пришлось Морлужков пригласил всех на открытие памятника Российской и японской дружбы Автором памятника совершенно случайно Оказался Зураб Он же случайно Церетели Ради экономии Памятник совместили с ранее воздвигнутым памятником Петру Изумленному взору Кукимори-сан Открылась величественная панорама На руках у 50-метрового Петра Сидел трехметровый Кукимори-сан Узнав себя, Кукимори заплакал Во время его плача Олег Газманов В белом кимоно И накинутый на плечи казачьей шинели Пер песню с припевом От японского от моря к нам приехал Кукимори На другой день, несмотря на то, что Кукимори снова был сбудуна Он все же собрал правительство и сказал Будем делать закон о том, чтобы все заработанные деньги оставались в стране Все согласились Но при условии, что узкий круг людей Близких к президенту Будет иметь право переводить валюту за рубеж С близкими Кукимори-сан согласился Близких оказалось полтора миллиона человек Тогда Кукимори-сан решил зайти с другой стороны Он потребовал привезти к нему обыкновенного рабочего И спросил его, как он работает Ну что, сказал рабочий С утра, значит, пока в себя пришел Пока то да сё Работать начал, а тут уже обед После обеда пока в себя пришел Пока то да сё Работать начал, а тут уже и домой Кукимори-сан сказал, что он все понял, кроме одного Что такое то да сё И почему нас занимает так много времени Что такое то да сё, никто ему объяснить не смог Но кого бы он не спрашивал, будь то крестьянин Или доктор наук Большую часть рабочего дня занимала это самое то да сё И обязательно почему-то день у всех начинался после вчерашнего А си то, если всем бросите пить Наивно спросил Кукимори-сан Никак нельзя ответить ему Такой стресс в стране начнется Вон Горбачев с Лебокчевым попробовали Что получилось, а си то порутились Страна рухнула Многие просто позагибались Организм без водки пищу не принимал Радно, сказал Кукимори-сан Давайте тогда бросим воровать А как тогда жизнь, спросили его А как во всем мире на зарплату А у нас давно уже никто не живет на зарплату Почему, спросил Кукимори-сан А потому что зарплату не платят А как же все живут? А сами удивляемся Затопал ногами Кукимори-сан Закричал, сейчас выпрочить зарплату Сейчас заперевести всем деньги Пробовали уже Ну и си то, пока деньги дойдут Пока их прокрутят Пока то да сё Опять то да сё Закричал Кукимори-сан Что это то да сё? Какое в нем содержание? А никакого Пока то да сё А денежки тю-тю Посади всех, кто нарушает закон Закричал Кукимори-сан Ну да, ответили ему Так и будем все по тюрьмам сидеть А кто же работать будет? Ну ведь и так никто не работает Но страна-то все-таки живет Значит, кто-то работает Кто закричал Кукимори-сан? Кто-кто, ответили ему Дед Пихто и конь в пальто После этих слов Кукимори-сан попытался Сделать себе харакири Но ножи в Кремле Были такие тупые Что он только натер себе живот Провожали Кукимори-сан торжественно И в то же время весело Вся страна гуляла Мировая общественность стала свидетелем того Что японским умом Россию не понять И японским аршинам Её не измерить Ельцин на прощание сказал Так же ты Кукиморыш Извини Видишь теперь, что и мы здесь Не хухры Понимаешь мухры А Жириновский выучил два слова по-японски И при всех их выпалил Так и сказал Накося, выкуси Говорил, надо было Саддама звать Сейчас мы уже в Персидском заливе Сапоги мыли Это однозначно А сейчас я хочу прочесть вам Одно нетленное произведение Я его только написал Я его даже не выучил наизусть Я вам его прочту Если оно вам понравится Я буду и дальше его читать Если не понравится А дам какому-нибудь артисту Пусть он с ним мучается Ну чё, блин, пацаны Пургу не гоним Живём чисто конкретно По понятиям и без базара Все всё поняли, да? Я вижу, поняли Хотя здесь всего одно нормальное человеческое слово Живём Всё остальное сплошные блины Но скоро оно, это слово, живём, исчезнет И будем им все говорить на этом полублатном, полуголодном Раньше у нас как было? Пахан, генсек, говорил на своём особом языке Сосиски, массийски говорил Мы понимали систематически Египта говорил Мы знали, страна такая, Египет Был ещё язык бюрократический Я по своим каналам прозвоню, тебе кислород перекроет Блатные ботали на фене Но основная часть населения говорила на родном, человеческом, русском языке В 91-м всё рухнуло Блин, демократия победила И полезла из всех щелей Одно время ракетир был героем нашего времени Проститутки по сей день Открой любую газету, любой журнал Как только рейтинг газеты падает Помогают только два средства Проститутки и Березовские Но про Березовскую сегодня не будем А ей труженицких городских магистралей Жертве общественного темперамента посвящены песни, интервью, фильмы и передачи Девочка, как же так? Тебе всего 16 лет А ты уже валютная проститутка Повезло, дяденька А вот приличная девочка Ей 14 лет, она не курит, не пьёт, не ширяется Девочка, почему ты не куришь, не пьёшь, не колешь? Больше не могу Ну чё, козлы, за базар кто будет отвечать? Вот понял меня Не, мне можно сказать, конечно, что так говорят низы общества Однако включаем телевизор И слышим, серьёзные, солидные дяди говорят Наехали, развели, замочили, на бабки поставили Я уже не говорю об этих придурках Которые во всех рекламах оттягиваются со вкусом А нам это всё как бы по барабану Вот именно как бы Это как бы теперь везде Как бы живём, как бы существуем Девочка, ты в школе учишься? Как бы учусь А учителя там учат тебя? Как бы учат А ты, девочка, сейчас трожишь с каким-то мальчиком? Ничего себе, блин, мальчик 42 года Тут заметили уже без как бы, да? Раньше это слово на «б» неудобно было говорить А теперь, пожалуйста, теперь всё прилично Хочу теперь стесняться Поздно, мамаша, пить боржом, когда почки отвалились И не стесняемся уже ничего Девчушки 40 с лишним лет щеголяют по улицам в лифчиках В каждодневном на работу, в театр в выходном, на приём в деловом лифчике А на пляже у нас сплошной топлиц, то есть по пояс голые У некоторых такой небольшой топлиц, аккуратный А у других такой топлиц Как реклама Стимаро полнеба загораживает А эти голоса по телеку «Арсикола! Кто не знает, тот отдыхает!» Так орёт, будто его только что трубой по одному месту ударили И он теперь отдыхает вместе с Арсиколой Раньше у нас героями были Павка Корчагин с Олегом Кашевым Сейчас эти два дебила с MTV, Бивис и Батхет Певцы поют такими натужными голосами, будто у них неделями запор И они Гербалаев рекламируют А другие вообще без голоса поют По принципу голос ничто, имидж всё Ну и выходит на сцену соответственно с головы до ног в сплошном имидже Три серьги в ухе, два кольца в носу Волосы серо-бурмалинового цвета дыбом Вместо брюк кальсоны А вместо фиджака майка жёваная с надписью «I love бабки» А за ними певички скачут по сцене, как таракашки после дуста А слова у них простые, как мычание Я тебе не дам, я тебе не дам, я тебе не дам 164 раза по количеству сидящих в зале мужиков Хотя трудно себе представить даже одного Желающего что-то от неё получить, а потом долго лечиться И на книги сейчас у нас мода особая пошла Сейчас самая модная книга «Generation P» Автор обкурился, обнюхался, обкололся Сел и записал все свои глюки Издательство издало большим тиражом по количеству обкуренных в стране Я уже не говорю об этой моде на голубых У нас сейчас точно в искусстве голубой период Не, мне в принципе всё равно, кто с кем, когда и почём Но раньше они как-то стеснялись своего цвета Во всяком случае не афишировали А сейчас отовсюду это поп-культура Вернее, это культура поп У них голубые дискотеки, голубые моды, голубые певцы У них даже луна Нас, нас, тех, кто любит женщин На эстраде осталось сексуальное меньшинство Я и Кобзон, всё Да, мир сошёл с ума Но ведь не весь Давайте мы-то с вами ещё немного продержимся, пока наши не подойдут Многого мы, конечно, переменить не в силах Экономику, политику Шуре мы зубы не вставим А ему и не надо Ему и так хорошо У него там сквозняк Но говорить-то по-человечески так, чтобы понимать друг друга Это ведь в наших силах Ведь пока мы говорим и понимаем друг друга Мы остаёмся людьми, а не козлами, которые наехали на нас чисто конкретно И базар, блин, уже в натуре не фильтруют В каждом парке есть детская площадка, где дети катаются на каруселях, там копаются в песочке Играют в салочки, просто прыгают, кричат Дети – цветы жизни Порой, правда, ядовитые Они такие миленькие Они такие хорошенькие Какие они миленькие Какие они хорошенькие Вышел во двор, подошёл к машине Стоят два пацана Один говорит – дядя, дай сто рублей, а то мы тебе на капоте нацарапаем Да здравствует капитализм Нормально, да? Прохожу мимо песочницы Он там копается лопаточкой в песочке Миленький такой, хорошенький Увидел меня, говорит – дядь, сколько времени? Я говорю – волшебное слово Он говорит – а в глаз? Нормально, да? Я побыстрее пошёл Потому что кому охота получать в глаз с сапёрной лопаткой, да? Да что там говорить про других? Давайте про своего поговорим Возвращается он из школы Я говорю – сынок Какие отметки ты сегодня получил в школе? Знаете, что он говорит? Он говорит – с отцом двоечника не разговариваю Да, пошёл в школу выяснять Учитель говорит – прям не знаю, что с ним делать Я говорю – а что случилось? Да я не знаю Вы не представляете, какой у вас сынок? Я говорю – какой у меня сынок? Я его спрашиваю – назови четвероногого друга человека Вот вы что бы сказали? Я бы сказал – ну собака или кошка Правильно А он сказал – лучший четвероногий друг человека – это кровать Я говорю – кстати, тоже неплохо придумано Он говорит – что он у вас всегда такой? Я говорю – не, он дома миленький, хорошенький Подходит к маме на кухне и говорит – мам, я там в комнате стремянку уронил Мама говорит – ну иди скажи папе, он поднимет Не, не поднимет, он на люстре висит Учитель говорит – тоже, кстати, неплохо придумано А ещё говорят – дети Давайте, кто считает себя тупицей, пусть сам добровольно встанет Ну естественно, никто не встаёт Вдруг один ваш сынок поднимается Я говорю – ты действительно считаешь себя закончивой тупицей? Он говорит – нет, просто неудобно, что вы один стоите Он говорит – ну и как вам это нравится? Я говорю – мне это совсем не нравится Я говорю – что он имел в виду? Говорит – как что он имел в виду? Он имел в виду, что я тупица Я говорю – а на самом деле? Говорит – да вы как сами считаете? Я говорю – ну я не знаю, я же у вас не учусь Он говорит – вы что не понимаете? У меня при всех назвал тупицей, что мне теперь делать? Я говорю – может вам в другую школу перейти, где вас пока ещё не знают? Говорит – так, я понял Яблоко от яблони недалеко падает Я говорю – он что? В классе ещё яблоки рассыпал? Он говорит – какие яблоки? Я не знаю, вы, говорю, про яблоки сказали Так, говорит – понятно, в кого он такой Я говорю – не, вы ещё маму не видели Хотите, говорю, он на завтрак вам придёт? Он говорит – нет, нет, мне и вас достаточно Ну прихожу домой, говорю – сынок Ну что ты над учителем-то школьничаешь? Говорит – ты знаешь, какой он пап? Я говорю – какой? Вот представь себе Он попросил нас анекдот рассказать Я рассказал Я говорю – ну давай, какой анекдот? Сидят два крокодила на берегу Нила А навстречу мартышка идёт Один крокодил говорит другому – давай пошкольничаем Говорит – так как? Ну а подойдём, спросим – мартыш, ты замужем? Если скажет замужем, мы скажем – да кто же на такой мартышке женился? А если скажет не замужем, мы скажем, да кто же на такой мартышке женится? Подходит мартышка, крокодил говорит, мартышка, ты замужем? Она говорит, ты где если выйдешь замуж? Кругом одни крокодилы. Я говорю, ну что, смешной? Они говорят, смешной. Все в классе засмеялись. Один учитель только спросил, это вы что, меня что ли имеете в виду? Вот тебе и миленькие, вот тебе и хорошенькие. Отчечаю как-то своего приятеля Володьку. Он всегда раньше при искусстве был. То ли мясником, то ли гинекологом. А теперь специалистом стал по пиару. И говорит он мне, что если я не воспользуюсь его услугами, то так и умру в бедности и неизвестности. Я говорю, да вроде бы и книги у меня издаются, и по телеку меня иногда показывают, и даже люди меня узнают. Он говорит, да кто тебя узнает-то, кроме соседей по площадке? Да тебя до сих пор с Коклюшкиным путают. Вот Ксюшу Собчак это узнают. Если бы она в метро спустилась, ее бы на куски разорвали. Я говорю, что ее так терпеть не могут? Да нет, но сувениры и книги такими тиражами издаются, что тебе не снилось. Я говорю, у меня вообще кошмары не снятся. Да Ксюша за одну вечеринку получает больше, чем ты за полгода. А ведь всего-то навсего стала по телеку матом крыть. На мате знаешь, сколько наших звезд выросло? Ну откуда мне знать? Ну сережку Зверева возьми. Посмотреть на него бомж по реке. А начнет материться. Интеллигентнейший человек. Кем он раньше был? Парикмахером Пугачевым. А теперь поет. Они скоро дуэтом Собчак петь будут. Знаешь, как ансамбль называется? Как? Зверский Собчак. Абаскова возьми. Про него каждый день газеты пишут. Он только икнет. А все, какой диапазон? И вот пока про них пишут, у них гонорары растут. Я говорю, ну что ж теперь мне делать? Чтобы раскрутиться, бабки нужны. Я говорю, денег нет. Да это и по тебе и так видно, что у тебя денег нет. Какие ж тут деньги без пиара? Без пиара нет навара. Давай так, я раскручу тебя, а ты отдашь, когда разбогатеешь. Призадумался и думаю до сих пор. А Володька дальше говорит. С чего начнем? Нужен скандал. Скажи, ты кому-нибудь из братьев Кличко плюнуть в физиономию можешь? Я говорю, а кому из них? Да любому. Результат один и тот же. Нет, плюнуть я, конечно, могу, только это будет прощальный плевок в моей жизни. Это точно. Раскручивать потом некого будет. Ну хорошо, а Киркорову в глаз можешь дать? Нет, а глаза не достану. А со стремянкой за ним бегать замучаешься. Ладно, сказал Володька, начнем сначала. И на следующий день в газетах появился заголовок. Измайлов не хочет встречаться с Пугачевой. Я в ужасе позвонил Володечке. Ты что написал? Измайлов не хочет встречаться с Пугачевой. А ты что, хочешь с ней встречаться? Да вроде нет. Ну вот, значит, я ни слова не соврал. Ну пришлось согласиться. Еще несколько дней подряд газеты выходили с заголовками. Измайлов по-прежнему не хочет встречаться с Пугачевой. Измайлов наотрез отказался встречаться с Пугачевой. Стали звонить друзья, спрашивать, почему я не хочу встречаться с Пугачевой. Они говорят, что она тебе плохого сделала? Я говорю, а что хорошего? И тут же все отстали. Потом газеты стали печатать мои высказывания по разным поводам. Измайлов сказал, что в разных банках надо хранить яйца, а не деньги. Измайлов считает, что легче вывести девушку из деревни, чем деревню из девушки. Измайлов сказал, что жена моего друга для меня не женщина. Но если она очень красивая, он мне не друг. Что только обо мне не писали. Измайлов одолжил Роману Абрамовичу червонец до получки. Измайлов встречался с Николаем Валуем и продержался 15 раундов. Но его так и не смогли заставить выйти на ринг. Измайлов стал лицом года журнала «Хомячки и суслики». Вдруг ни с того ни с сего я прочитал о себе. У Измайлова родилась тройня. Все три матери чувствуют себя хорошо. Ты что, спять орала в эту трубку? Но это бы не имело никакого значения. Моя жизнь раздвоилась окончательно. В реальной жизни я по-прежнему жил в Бутове. Ездил на «Жигулях» и окучил грядки на даче во Владимирской области. А в виртуальной жизни я жил по уши в этом самом ГЭА. Ну, в гламуре. Вдруг ни с того ни с сего я поехал на гастроли в Америку. Там я шутил и пел. А на подпевках у меня были «Хворостовский» и «Тина Тернер». Зрители там носили меня на руках. Я побывал на приеме у президента. Переспал с Анжелиной Джоли. Отметелил самого Сильвестра Сталлоне. Когда я уезжал, американцы плакали и просто не знали, что им теперь делать с Эдди Мерфи и Майклом Джексоном. Которых я просто затмил своим талантом. Вернувшись в Россию, я бросил Анастасию Заворотнюк. Спел дуэтом с Николаем Басковым. Целовался в ресторане с Андреем Малаховым. Спутав его с Тиной Канделаки. А однажды поругался с Лолитой и крыл матом так, что даже она попросила списать слова. Особенно мне понравилось сообщение. Измайлов дал швейцару на чай 100 долларов и потребовал 97 долларов сдачи. И благодаря этим скандалам у меня действительно росло благосостояние. Прошел год. Недавно едучи с дачи, я увидел, что вся Москва увешана плакатами. Измайлов возвращается. Не видели? Нет? Я тоже не видел. А послушался бы год назад Володьку, был бы сейчас Измайлов в шоколаде. А так я как жил, так и живу нормальной, абсолютно непропиаренной жизнью. Володька тоже быстро успокоился и забыл про меня. Он нашел на задворках зоопарка незаконно рожденного сына сердючки от хора на найских мальчиков. И хотя никто не знает, что это за существо и какого оно пола, Володька из него в два счета сделает звезду. То ли Жанну Агузарову, то ли Децла, то ли Микки Мауса. Ой, люблю по заграницам пошастать. Ой, обожаю поездить за границей. Вот кто зачем за границей едет, правильно? Одни там за шмотками, другие для развлечениями, а я за приключениями на свою больную голову. Вот помню в Польшу ездил, еще когда мы с ними вместе в этом соцлагере срок тянули. Поляки, они чудной народ, слушайте. Поляки, они такие же, как хохлы, только трезвые и не матерятся. Да, точно. А польки красивые. Польки красавицы, слушайте. Только один недостаток. Много пшекают. Я к одной подвалил, насчет картошки дров поджарить. Говорю, кто вам больше нравится, Дольче или Габана? Она мне, пше-пше-пше, пше-пше-пше, пше-пше-пше-пше. Я говорю, пшена что ли? Она говорит, пшёл вон отсюда. Немцы совсем другие. Для немцев самое главное – чистота и порядок. Вот в Германии. Плюнешь на улице, да? Тут же уберут. Ещё раз плюнешь – тебя уберут. И главное у них – порядок. Там на улице только слышишь. «Ein zwein drei, ein zwein drei, ein zwein drei». Думаете, это они маршируют? Не, это они сексом занимаются. Раз в неделю, четыре раза в месяц, по четвергам. И всё это называется «досис фантастиш». Англия – вот страна. Слушай, Англия – страна неограниченных возможностей. Там даже простой чукча имеет свою футбольную команду. А язык свой плохо знают англичане. Вот я там в Англии месяц жил. Месяц с ними по-английски разговаривал. Хоть бы кто понял. Нормально, да? Французы совсем другие. Вот французы, я тебе скажу, они весёлые, жизнерадостные, женщины любят. Но распущенные. Жутко распущенные. Вот чуть что – давайте целоваться на улице. Вот стоят и целуются. Мы в этом смысле значительно скромнее. У нас на улице, конечно, и раздеть могут, и морду набить. Но чтоб целоваться, никогда в жизни. Никогда. Американцы. Слушай, американцы, они такие похожи на нас, но женщины жутко меркантильные. Я к одной подъехал, говорю, пошли в кино. Она говорит, это 20 долларов. Я говорю, пошли в ресторан. Она говорит, это 200 долларов. Я говорю, да пошла ты. Она говорит, это 300 долларов. И самое главное, им всё время кажется, что их всё время домогаются. И чуть что – сразу в суд. Вы не поверите, в Америке половина мужиков живут с жёнами по приговору суда. А японцы – вот это страна. Ой, Япония, слушай, у них всё наоборот. У них всё сикость-накость наперекосяк. Мы по правой стороне ездим, они по левой. Мы пишем слева направо, они сверху вниз. У нас в Фузе гора, у них в Фузе яма. И что, подумай, они делают? Они пьют летом горячую водку с саке с сырой мороженой рыбой в суши. Вот ты попробуй у нас. Выпей летом стакан горячей водки с мороженой камбалой. Ты сразу окосеешь, правильно? Они хоть бы что. Вот они как были до выпивки косыми. Так, какими остаются. И главное, похожи друг на друга. Как близнецы. Я заодно и там ухаживал, две недели ухаживал. Слушай, она меня уже с родителями познакомила, да? И только когда я целоваться полез, я понял, что она это мужик. Ну, ты подумай, израильтяне. Вот народ интересный. Слушай, какие же у них трогательные отношения с деньгами. Один израильтянин сказал, нашёл кошелёк, а там не хватало. Ну, ты представляешь? И закон у них. И закон у них. В субботу ничего делать нельзя. Даже денег брать нельзя. Я как правильный закон узнал, у всех денег назанимал, а давать в субботу поехал. Ни один не взял, ну вы бы их лица видели. Зато в воскресенье они меня в аэропорту поймали. Не только свои, но и мои деньги отобрали. А вот отдыхать езжу в Анталию. Это наша всероссийская здравница. Вот турки наловчились. Мы из земли нефть забиваем, да? А они из нас деньги качают. Всё лучше нашей страны нет. У нас и женщины самые красивые. А самое наше большое богатство – это дети. Дети у нас прекрасные. Мне один японец так и сказал. Дети у вас замечательные. А всё остальное, что вы руками делаете, у вас пока что не получается. Я иногда думаю, для чего выдумывать, когда вокруг столько смешного? Надо только собирать, редактировать и отдавать снова вам, тем, кто этот юмор, собственно говоря, и породил. Вот, например, много смешных случаев бывает со знаменитыми артистами. Так мне Кобзон рассказывал, как в Таджикистане его остановила одна женщина на улице и сказала, я знаю, кто ты. Он говорит, кто? Ты телевизор. Кисловодский. Я стоял там на площади, проходил мимо экскурсии. Две девушки подошли ко мне, говорят, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, можно. Вдруг третья подходит, говорит, а можно я тоже с вами? Ну, хорошо, сфотографировались. Я отхожу, слышу, как третий говорит этим двум. А это кто такой, а? Нормально, да? После концерта подошли ко мне два сибиряка и говорят, можно с вами сфотографироваться? Можно. Значит, мы сфотографировались, они говорят, ну, теперь все в порядке. Вас когда-нибудь в Сибири сошлют, а у вас там уже друзья. Ничего придумывать не надо, правда? Я вам хочу сказать, что часто люди, даже не желая шутить, вот говорят всерьезно, а получается почему-то жутко смешно. Я сам лично видел по телевидению, одна женщина говорила, ну, она видела что-то про какого-то человека, скажем, она поругалась, она что-то рассуждала, ржавала, потом говорит, нет, я ему зла не желаю, но лучше бы он сдох. Много смешного, конечно, у нас связано с Одессой. Причем они тоже ведь не специально шутят, это просто такой образ мышления. Один идет, одессит, к нему подходит приезжий, говорит, скажите, как пройти на Дерибаску? Откуда я знаю, я с работы иду? К одному одесситу подошел к приезжий и сказал, скажите, пожалуйста, если я пойду туда, там будет вокзал? Даже если вы туда не пойдете, он все равно там будет. На базаре, на этом привозе замечательном, к рыбному ряду подходит покупатель, говорит, скажите, это рыба свежая? Продавец говорит, живая. Послушайте, у меня дома теща тоже живая. Я спрашиваю, рыба свежая? Там же, на базаре, я видел, наблюдал когда-то такую сценку. Один подходит другому, говорит, скажите, эту корзину за сколько дойти? За десятку, а за пятерку отдам. Вот тебе трешка, я забираю корзину. Забирай, беги быстрее, вон хозяин корзины идет. А в травмапункте в третий раз приводят молодого человека, который режет все вены. Медсестре это все надоело. Она говорит, подожди секундочку, я вот сейчас отпущу больного и объясню тебе, как надо резать вены так, чтобы ты больше к нам сюда никогда не попал. Ничего фразочка, да? Хорошая. Одна женщина рассказывала, что муж пришел в час ночи, дупель пьяный. Значит, не зажигая свет, лег в постель, начал вытворять с ней такое, что она нарадоваться не могла. Потом так же молча, не включая свет, встал, оделся, ушел, через 20 минут вернулся, сказал, извини, я на работе задержался. Лег в постель и захрапел. Она до утра думала, к кому он в первый раз-то приходил? У меня есть один приятель, но чистый придурок. Он все время кого-нибудь разыгрывает. Он при мне звонит к какому-то совершенно неизвестному телефону и говорит, Надю можно. Нет, он по известному телефону и говорит, Надю можно. Видно, родители говорят, Наде нет. Он говорит, я знаю, что нет, она у меня. Я спрашиваю, Надю можно? Или он звонит нашему общему знакомому и говорит женским голосом, Костю можно? Ему говорят, Костя нет. Передайте ему, что звонила Тамара, еще передайте, что на аборт я не согласная. Знаете, что было потом с этим Костей? И последний розыгрыш у него самый убойный. Он с утра до вечера звонит по одному и тому же телефону и каждый раз спрашивает Петра Ивановича. Ему говорят, что нет здесь таких, перестаньте звонить. Мы вызовем милицию, начинают орать, кричать. В общем, кошмар какой-то. Он в 12 часов ночи звонит в последний раз и говорит, простите, что я вас беспокою. Это Петр Иванович. Мне никто не звонил. Я тут недавно в одном журнале прочел, что некоторые продукты, которые мы раньше запросто ели, ужасно вредны для здоровья. Ну, кто мог, например, подумать, что сахар и соль – это отрава. Но ведь как раньше жили, граждане? Да как хотели. Сахару сколько ели? Да сколько в стакан влезет, столько ели. Солили все, что было. То есть абсолютно все. Ну, может быть, потому что все было. Спасибо умные люди определили, что сахар и соль – это белая смерть. Как определили? Очень просто. Тут один человек умер, стали выяснять от чего. Ну, и выяснили, что он всю свою жизнь ел и сахар, и соль. Всю жизнь. Все 93 года. Ну, какой организм это выдержит? Послушайте, я теперь чай пью без сахара, соль просто видеть не могу. Послушайте, мы же все сами жизнь калечили. Мы сливочного масла поскольку наворачивали. А оказалось, вот тут прямо так и написано, оказалось, что от сливочного масла в организме появляется жуткий холестерин. Как определили, очень просто. Поскольку от маргарина никакого холестерина не появляется, от него только язва, значит, весь холестерин появляется от сливочного масла. Я теперь сливочное масло не ем под страхом желтой смерти. Теперь помните, красная рыба была? Не помните, нет? То-то оно, потому что красная рыба жутко отбивает память. Особенно осетрина. Или осетрина белая? Нет, подождите, подождите, осетрина... Это севрюга белая. Или нет, севрюга, по-моему, вообще птица, а? Нет, птица это бельдюга, вот, вспомнил. Видите, эта рыба начисто отбивает память о ней. Вот что она делает с людьми, это смерть горячего и холодного копчения. Страшнее ее только черная и красная смерть. Черная зернистая, красная лососевая. Смертельно опасна для организма. Как определили, очень просто. Тут один инженер купил 200 граммов черной икры. Подумать только. Всего 200 граммов, а человек не смог дожить до получки. Кошмар какой-то. Тут одни в гостях были, икринка под диван закатилась. Что тут началось? Хозяйка в истерике, гости на четверинках меня чуть не убили. Я икринку ногой случайно раздавил. Меня теперь расстреляю, я ее в рот не возьму. Хорошо, хоть никто и не предлагает. Ну что могу еще добавить? Вот, тут написано. Крабы, балык, ветчина, ананасы и другие экзотические продукты отражаются в первую очередь на психике. Как определить? Очень просто. Когда я вижу их в открытой продаже, мне кажется, что я схожу с ума. Ну мне легче поверить, что свихнулся я. Не могу же я поверить, что свихнулся весь коллектив гастронома. Одним словом, куда ни сунься, всюду тебя поджигает какая-нибудь серо-бурмалиновая смерть. С одной стороны, на все это можно было бы начхать, поскольку она в первую очередь должна косить работников гастрономов, их близких родных и близких их родных. Но с другой стороны, они все это едят, их с каждым днем становится все больше и больше, а нас с вами все меньше и меньше. Остался я без работы, думаю, что же мне теперь делать? Я думаю, стану предпринимателем, буду ходить по разным домам и готовить там хорошие обеды, богатые по богатым домам. И дал объявление в газете. Кулинар-мужчина с большим мастерством полностью организует и обслуживает любых желающих на дому. Но я же не знал, что они в газете все слова сокращают. Это я уж потом прочел, что они про меня в газете написали. Кул-муж, сбол-эм-пол-орг, опсл любых же на дому. И уже на другой день женщина такая приятным голосом звонит и говорит, это все правда, что про вас в газете написано? Я говорю, конечно, у меня даже книга отзывов есть. Она говорит, и что же там написано? Я говорю, вот одна женщина пишет, никогда не думала, что мужчина способен на такое, хотя сама занимаюсь этим с 16 лет. Она говорит, ну и сколько же это удовольствие стоит? Я говорю, не волнуйся, цена умеренная, ветеранам войны скидка. Она говорит, ну мне скидка пока не нужна, приезжайте скорее. Я приезжаю, встречает меня такая симпатичная женщина, сажает в кресло и говорит, может мы сначала выпьем? Я говорю, нет, я привык сначала дело делать. Она говорит, ну ты что ж, тогда приступайте. Я говорю, нет, я привык все это делать на кухне. Она говорит, да, это интересно. И где именно на кухне? Я говорю, ну сначала на столе, потом на плите, а потом уже в комнате. Так что вы сначала здесь все приготовите, а я на кухне все приготовлю. И пошел на кухню. Через 15 минут она мне кричит, я уже готова. Я говорю, а я еще нет. Она говорит, что вы там делаете? Я говорю, ну а что я делаю? Я сейчас как раз яйца в салат кладу. Она говорит, ну вы большой оригинал. Я говорю, на том стоим. Все-таки профессионалы. Минут через 15 она опять мне кричит, ну где же вы? Что же вы теперь-то там делаете? Я говорю, а что я делаю? Я как раз сейчас хрен тру. Она говорит, все, больше ждать не могу. Идите так, с ненатертым. Я думаю, наш бедная женщина как изголодалась. Поставил все на поднос, сковороду, с котлеты, майонез, салат. И пошел в комнату. Вхожу, а там темно. Я говорю, ну что же вы свет-то выключите? Я же так не найду ничего. Она говорит, ничего, ничего, идите сюда. Я сама все найду. Ну я и пошел на голос. Чувствую, уперся в кровать. Чувствую, она одной рукой меня за шею вняла, а другой за сковородку. И говорит, о, какой ты горячий. И как потянет меня за шею, я прямо на нее вместе с сковородкой и упал. Она свет включила. Я смотрю, она в чем мать родила? На лице майонез, на груди котлеты. Как заключить, ты что, жрать что ли сюда пришел? И выгнала меня. Я тогда на другой день, когда мне другая женщина позвонила, я сразу приехал к ней на кухне, разделся и без всякой готовки вышел в одних носках в комнату. А там за столом какая-то компания сидит. И все как начали хохотать. Один дядька даже сказал, кушать подано. Вот я как кулинарный техникум закончил, так вот до самого капитализма в столовой работал. А у нас в столовой как раньше было? Если у нас клиент поел, а на другой день снова к нам пришел, значит повара хорошие. А если уже не смог больше никогда к нам прийти, значит продукты плохие. А у нас раньше при Брежневе продукты хорошие были. При Горбачеве они портиться начали. А уже вот как капитализм начался, они вообще пропали. И тогда нашу столовую купил один человек с большими деньгами и маленьким лицом кавказской национальности. Он, значит, шторы на окна повесил, лампочки повывернул и сел из нашей столовой ночной ресторан. И даже название сам придумал. Русский сапля. Хороший такой ресторан, только долго мне работать там, в нем не пришлось. Потому что уже месяца через три, поздно ночью, когда уже никого в ресторане не было, пришли какие-то два мужика, смурые какие-то, ходят, ищут чего-то, за стол не садятся. Я говорю, может присядете? Они говорят, еще что, мы с вами уже отсидели. Говори лучше, где бабки? Я говорю, а бабки уже все домой ушли. Они говорят, слушай, ты придурок, гони деньги. И пистолет вынимают. Я говорю, вы что, мне этот пистолет хотите продать? Они говорят, ну да, только не весь, одну пуля из него. Я говорю, а мне пуля не нужна. Они говорят, слушай, ты придурок, ты вот эту дырочку в пистолете видишь? Я говорю, вот эту кругленькую вижу. Они говорят, вот если сейчас бабки не принесешь, оттуда птичка вылетит. Я думаю, нафига мне эта птичка? Пошел и принес им все, что у меня было, 634 рубля. Тут один как залет, ты что, нам фуфло на уши вешаешь? Мы тебе что, сказали принести, а ты что принес? А ну тащи зелень. Ну я испугался и принес им пять пучков петрушки. Тут второй как залет, ты что, дурака из нас делаешь? Ты что, тебе сказали принести? Ну тащи капусту. Я говорю, капуста вам не понравится, она у нас еще не кислая. Второй как залет, если у тебя капуста кислая, ты у нас сейчас моченым будешь? А ну вочи его, Фетя. Я говорю, не надо, лучше я сам. Пошел в туалет. Тут они как начали в разные стороны стрелять, что я даже в туалет не нашел. Ну на этом наш ресторан закончился. Остался без работы, я говорю, че я теперь делаю. Думал, думал и придумал. Думал, буду ходить по богатым домам и готовить там шикарные обеды. Я ей дала генерию в газете. Кулина мужчина с большим мастерством полностью организует и обслуживает любых желающих на дому. Но я же не знал, что у них в газете все слова сокращали. Это уж я потом прочел, что они про меня написали. Пол муж. С бол м пол орг. Обсл любых же на дому. И уже на другой день женщина при этом таким голосом звонит и говорит, это верно, что про вас в газете написано? Я говорю, да, у меня даже книга отзывов есть. Она говорит, это интересно. А что там пишет? Я говорю, вот одна женщина пишет. И тогда я не думал, что мужчина может оставить такое наслаждение. Хотя сама этим занимаюсь в 15 лет. Она говорит, ну и сколько же ваше наслаждение стоит? Я говорю, не волнуйтесь, цена умеренная. Даже ветеранам скидка. Она говорит, ну скидка мне не нужна. Приезжайте скорее. Я приезжаю, встречаю, мне симпатичная такая женщина. Сошает в кресло и говорит, ну что ж, может быть сначала вина выпьем? Я говорю, нет, я привык сначала дело делать. Она говорит, ну что ж, приступайте. Садитесь на диван. Я говорю, нет, я привык это дело делать на кухне. Она говорит, а где именно на кухне? Я говорю, ну сначала на столе. Потом в раковине, потом на плите, а потом уже в комнате. Она говорит, я говорю, ну ты бы поэтому здесь подготовился, я пойду на кухню и там все приготовлю. И пошел готовить на кухню. Минут 20 проходит, она кричит, я уже готова. Я говорю, я еще нет. Она говорит, а что вы там делаете? Я говорю, а что я делаю? Я сейчас как раз яйца в салат кладу. Она говорит, ну вы большой оригинал. Я говорю, на том стоит, все-таки профессионалы. Еще минут 15 проходит, она говорит, теперь-то вы что там делаете? Я говорю, а что я делаю? Я сейчас как раз хрен труп. Она говорит, все, больше ждать не могу, и идите так с не натертым. Я думаю, наша бедная женщина как изголодалась. Поставился на подвозку, продукты, майонез, салат, вошел в комнату, а там темно. Я говорю, что же с вектором погасили? Я же так не найду ничего. Она говорит, ничего, ничего, идите скорее, я сама все найду. Ну и пошел на голос, чувствую, просто, чувствую. Она только у меня за шею мило, а другой за сковороду. И говорит, о, какой ты горячий. И как потянет меня все, я вместе с параллелом, мне и грохнулся. Она сверху лечила, у нее на лице майонез, на груди котлеты. Как заканчивается, ты что, жрать, что ли, сюда пришел? И выгнула меня. Это на другой день, когда мне рука женщину звонила, я приехал вот к ней, вот на кухне разделся совсем. И безо всякой готовки в одних носках в комнату вошел. А там какая-то компания за столом сидит. И как начали захотать, один дядь, когда сказал, кушай, подано. Таланты разные бывают. Один на скрипке умеет скрипеть, другой кошельки резать. А у меня особый дар. В любом собрании могу на любую тему, любую речугу толкнуть. Вот прошлой зимой, когда сезон зимнего плавня открывали, ну, когда эти моржи босые на льду у полынье выстроились, так я им безо всякой бумажки речь полтора часа толкал. Ну, правда, поплыли потом не все. Некоторых потом автогеном вырезали. А у меня таланты от рождения. Я, как только говорить научился, первым делом не мама-папа сказал, а речь засадил на тему «Прочь отцовский ремень от непоротой детской задницы». Этим и живу. Работа, правда, у меня сезонная, от выборов до выборов. А есть-то каждый день надо. Жена шубу требует из песца. Теща зубы надо вставить. Причем она просит в два ряда. Сын какому-то новому русскому в багажник мерседеса врезался. Это ведь только в анекдотах. Мерсы на запорожцах врезают. А снуль-то, мой придурок, на асфальтовом катке покататься решил. В общем, деньги позарез нужны. А тут как раз выбор нагрянули. В одной области на должность главы баллотируется Козлов, а на его зама Трищенко. Ну я из Москвы прилетел, еще подготовиться как следует не успел, как штабной уже кричит «Давай, Калюня, оратор ты наш, спасай, народ уже на площади, иди говори сегодня твой праздник, день мели оратора». Выхожу на трибуну, на площади полутьма. Кто там внизу не разберешься, я штабного спрашиваю, кто там на площади. Он говорит, кажись демократы. Ну я микрофон в зубы давай. Дамы, кричу и господа, разрешите мне от лица общественности и лично от своего лица поприветствовать вас и вашему лице весь наш народ, лицо которого здесь представляете своим лицом. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Дамы, кричу и господа, 75 лет наш народ стонал под игом коммунистов. В результате крестьянин спился, рабочий обленился, а интеллигент морально разложился. И только теперь, благодаря победе демократии, коммунистический гидро похоронено раз и навсегда. Да здравствует капитализм, светлое будущее нашей российской глубинки, его яркие представители Козлов и Трищенко. Оба они пострадали от советской власти. Козлов от Псориаза, а Трищенко от Энуреза. Тот слышал штабной, говорит, извини, накладочка вышла. Я только что сказал, что там на площади не демократы, а как раз наоборот, коммунисты. Вот, думаю, блин, домер тебе в зубы. Но продолжать-то надо. Дома жена без шубы, тёща без зубов, сын с венгалом. Поэтому рву дальше без остановки. Товарищи, кричу дамы, и товарищи, кричу господа, до каких пор мы будем терпеть власть продажных демократов, платформы которых я вам только что изложил. Да наш народ действительно 75 лет стонал, но он стонал от удовольствия, что имеет такую партию, которая так имеет его. Да если бы не Октябрьская революция, рабочие крестьяне спились бы ещё раньше, я уже не говорю об интеллигенции, которая только благодаря мудрой политике нашей партии научилась пить по-рабочей крестьянски. Одним словом, вперёд-назад к победе коммунизма и его ярким представителям Козлову и Трищенко, которые 10 лет руководили банно-прачечным трестом и ни разу не воспользуясь своим служебным положением, ни разу не помылись и не постирались. Я тут слышу, что она опять говорит, тормози, опять накладочка вышла. Это не коммунисты, а представители разных религиозных конфессий, протестанты, баптисты, буддисты и поклонники шаманов Крайнего Севера. Ах ты, говорю, блиндомет тебе в зубы, но делать-то нечего, надо продолжать. Братья, кричу, из сестры, баптисты и баптёрки, шамане и шамовки, голосуйте за Козлова и Трищенко, потому что оба они ходят к причастию, иди и причастию. Оба по ночам выходят в астрал и обрезаны так, что дальше некуда. Мало-помалу комлает с бубного костра и оба верят в Буду. Вот среди ночи разбуди их и спроси, водку будешь? Всегда скажут, буду! Голосуйте за Козловой и Трищенко, и вот только они проповедуют, что вера — это главное блаженство на свете. Тут штабной опять вылезает, прости, опять ошибочка вышла. Это представитель не религиозных меньшинств, а сексуальных. Ну, куда я ему блиндомет послал вместе с Деролом? Сами понимаете, одеваться всё равно некуда, пришлось гнать пургу дальше. Итак, на чём, говорю, я остановился? На вере и блаженстве на свете. Но вы-то знаете, что блаженство может быть не только на вере и на свете, но на Боре и на Пете. Господа, товарищи, одним словом, голубцы! Октябрьская революция разрушила все ваши голубые мечты. Она поманила вас с лозунгом «Пролетари всех стран соединяйтесь» и предала вас, как только вы стали соединяться друг с другом. И Козлов, Трищенко, потому и выставили свои кандидатуры вместе, чтобы бороться за вашу сексуальную свободу. Ах, они такие шелудишки! А вы голосуйте, голосуйте, за них противные! Тут штабной откуда-то прибегает весь с пылесторит. Нет там голубых на площади. Там, наоборот, одни феминистки борются за права женщин. Про блендомец вспоминать некогда. Я микрофон зубой кричу. Верно я сказал бабоньке, что все они, мужики, противные. У них у всех одно на уме одномандатницы. Под чьим игом мы только не стонали под рабочими крестьянами и под интеллигенцией, а ничего не чувствовали, кроме запаха перегара. И от кого же мы, бабоньки, будем теперь рожать, если крестьянин спился, рабочий облинился, а интеллигент так и не научился. Вся надежда только на Козлова и Трищенко. Кто-то опять штабной вылезает, тормози, снова накладка вышла. Я говорю, сам ты накладка, говори, кто на площади. Он говорит, братва из Макрадуевской группировки. Все, думаю, если они поняли, что я сейчас сгородил здесь, тогда не то, что Женя Песец, а теща Зубы. Самому мне Песец и Зубы придется в комиссионку внести, потому что они мне больше на этом свете не понадобятся. От страха трясусь, но в микрофон спрашиваю, пацаны, вы хоть словечко из той пурги, что я гнал, в натуре усекли? Они сплошь не орут, нет, ты чё, фуфло-порожняк гонишь? Я дух перевел и говорю, а это я лохов разводил. А сейчас я вам по-нашенски, по-пацански, чисто конкретно, в двух словах курел. Гласуйте за двух правильных пацанов в законе козла и трещу. И всё будет в Мишчак. Блиндомет буду, век мандата не видать. В результате, когда оба моих кандидата победили, я и жене писца купил, причём живого, и сыну новый каток справил, и тёще зубы в два ряда не только вставил, но ещё и наточил. А у самого у меня теперь ещё и удостоверение есть. Главного миллиардатора области, только почему-то на фамилию, Козла Трищенко. Козла Трищенко.